Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков и на канале MyGT.ru Интересная тема у нас сегодня такая. Пиар и маркетинг в России. Я занимаюсь моторными маслами уже 27-й год, 17 лет. Я с 78-го года рождения, если кто еще не знает. Первое это даже было не масла, это была химия автомобильная, антифекционные присадки. Это были присадки, даже до сих пор помню, как назывались. Они назывались универсальный модификатор. Производили их в Москве на конверсионном заводе Автоконинвест. Такие красные и синие бутыльки. Может быть старожилы еще помнят, это было все на Волочайском рынке, когда он еще существовал. В Новосибирске. Сейчас его нет уже. Потом начались масла, луковил и так далее. Постепенно импортные добавились. После этого я работал в Эксономобиле. На Эксономобиле я проработал 7 лет. Занимался и CVL, и PPL, и индустриал направлением. Очень пришлось потрудиться в этом направлении, конечно, в развитии мобила в Новосибирске, и в Берске, и в Эскетиме. В частности, я в Эскетиме и в Эскетиме развивал. Вы удивитесь, но в те годы, тогда еще во многих магазинах мобила не было. Это было, получается, уже больше 20 лет назад. Он только начал появляться там и так далее. И мы это все развивали. Потом я очень много поездил по Кузбассу, на Кэр и так далее, с грузовыми маслами, с индустриальными маслами. Итак, пиар и маркетинг. Мне всегда это нравилось гораздо больше, чем продажи. В последнее время, последние лет, наверное, 7-8-9, может быть, я занимаюсь этим практически ежедневно, достаточно плотно и постоянно с этим сталкиваюсь. В нашей фирме сейчас уже 16 лет, 17-й год пошел. Мы работаем с 2007 года на рынке. Я развивал бренды такие, как Castle, которые, собственно говоря, для меня не развивал никто вообще. Он присутствовал на востоке нашей страны, но в Сибири, в частности, на западе нашей страны практически про него никто не знал вообще. Я бренд Castle развил. Бренд Castle стал узнаваемым, его знают очень много людей на самом деле. Подписчики мои точно знают его, я снял много материала про него и так далее. Пришлось потрудиться, это было непросто на самом деле, хотя бренд очень достойный, один из самых достойных брендов, один из самых интересных брендов, потому что производят его Toyota для автомаркета, по заказу Toyota производится, вернее. Делается на крупнейших японских заводах, EMG, сейчас это NL's Holding. С недавнего времени мы развиваем бренд Verity, Verity делают в Японии Senvaka Saikogio, достойный бренд. В Японии он очень известен по четырехтактным, двухтактным ослам для мототехники. Там он узнаваем наравне с хондовскими ослами, с юмаховскими, это, наверное, вот три бренда. Хонда, юмаха и Verity, которые всеми владельцами мототехники узнаются в Японии. Очень известный, распространенный бренд, он там продается в Автобаксе, Лохат, в гараж, везде. В совсем недавнего времени мы развиваем бренд Eagle, это южнокорейский бренд, делают его на CN Loop. Это небольшой блендерный завод в Сеуле, он производит немного масел, делает это для внешних рынков. Внутри Кореи они не продаются. Не только для России, для астроназии некоторых делают. Нормальный, аккуратный блендер, делает нормальные масла, на лабризованные, на эфене, на присадках. И база SK чаще всего используется. Вот так вот, не навязчиво, я только что пропиарил три наши бренда, которой мы сами занимаемся. С пиаром и маркетингом я сталкиваюсь ежедневно. У меня два основных канала. Первый, на котором мы с вами общаемся сейчас, вся правда про автомасла на ютубе. А второй канал на дзене, также называется, одноименный. Там дублируются те же самые материалы. Я бы советовал вам подписаться на дзен, если вам интересны то, о чем я рассказываю. Потому что страшилками про отключение ютуба в России пугают уже второй год. Ничего не происходит, и все уже в это перестали верить. На самом деле, все что угодно может произойти, реально, на самом деле. Вот, геополитика вещь такая, и могут отключить. Ну, а через VPN, сами понимаете, не каждый будет пользоваться. Поэтому, если есть возможность, все-таки подписаться стоит параллельно. Что касается пиара, я ежедневно модерю комментарии. Сразу вижу ботов, сразу вижу контркомментарии на отзывы и так далее. Сразу вижу отзывы, которые написаны по скриптам. Это все ежедневно, с чем я сталкиваюсь регулярно. Как это происходит? Возьмем гипотетическую ситуацию. Есть крупная, с большими деньгами структура, которая занимается, например, там, производством антифризов, масел, жидкостей, химии разной, бензинов и так далее. И у нее появилось желание делать моторные масла и продавать их быстро, массово, в России. Назовем этот бренд, например, Подмоскоил. Ну, что под Москвой делается. Вот, строится больше площадей, покупаются реактора, покупается оборудование для лаборатории и набирается штат. Что делает умный директор, в первую очередь, когда у него есть деньги, у него есть инвестиции, собственные накопления, свои средства и так далее. Кого он берет в штат? Умный директор штат, в первую очередь, берет людей в отдел продаж. Во вторую очередь, в отдел маркетинга. Пиар-бенеджеров, фрилансеров, пиарщиков, маркетологов. И, в последнюю очередь, набирается штат на производство. Это абсолютно нормальное явление. И, в принципе, очень много структур по этой схеме работает. Не все, конечно, абсолютно. Но, тем не менее, такие структуры есть. В некоторых структурах в отделе продаж, пиар, маркетинга работает больше людей, чем на производстве. Такие структуры есть в России. Как работает пиар, как работает маркетинг в России? В компании есть отдельный штат продажников, который занимается чистыми продажами. Да, и в пиар не лезут. Есть отдельный штат маркетологов, которые изучают рынок, конъюнктуру рынка. Что нужно подстроить, что нужно сделать для того, чтобы их бренд, который производит подмосковь, вливался в общую канву и в нынешнюю ситуацию. Есть отдел пиар, который занимается разными эвентами. Статьи, встречи, спортивные события и так далее. Это все происходит регулярно, ежедневно. Есть фриланс, сотрудники, которые работают на фрилансе, у которых есть скрипты, по которым они выискивают по ключевым словам в сети отзывы про бренд подмосковь. Если отзывы написаны хорошие, они их подтверждают. У них есть специальные скрипты, что я тоже пользовался, мне тоже нравится. Если отзывы плохие, они пишут контур-отзывы. Если отзыв плохой, что масло говно, оно горит, мне не нравится, шумит и т.д. Они пишут странно, а мне понравилось, я использовал там-то, там-то, мне все хорошо. У них есть определенный набор скриптов, по которым они работают. Это очень просто, им платят денежку за каждый отзыв, либо контур-отзыв. Они же пишут отзывы. Стараются набирать людей, ну, по крайней мере, с таким оконченным высшим образованием. Тех, которые пишут отзывы правильно, разносторонне, разные. И не только по скриптам могут это делать. Такие люди ценятся больше всего. Вот так это работает. В огромном количестве отзывов про бренд под Москвил, которые вы можете после двух лет работы такой структуры найти в сети, будет примерно процентов 70 отзывов, которые написаны фриланс-маркетологами, фриланс-пиарщиками. И процентов 30 реальных отзывов от реальных покупателей. Это вполне нормальное, абсолютное явление. И с этим нужно смириться. Не все работают так. Вы знаете, что я в последнее время очень часто езжу по России, по различным заводам. Знаю, да, что на многих, вернее, заводах, на многих структурах, которые занимаются бледнингом в России, совсем практически отсутствует пиар-отдел, отсутствует отдел маркетологов, работа, вернее, с маркетинговыми, по направлению маркетинга. Они есть, но они такие, очень малочисленные по составу. Не придают этому значение руководители. Хотя на самом деле, да, можно пойти по этому пути, и можно пойти по пути, который мы с вами разобрали в первую очередь, по Подмосковил. А вот такие бренды, подобные Подмосковил, которые сейчас очень интенсивно в России продаются, они построены именно вот на таком подходе к маркетингу. При этом бренд Подмосковил должен быть среднего ценового уровня, потому что делать продукт премиального класса из классных компонентов, составляющих, бессмысленно абсолютно, потому что это будет нецелесообразно и экономически невыгодно, если вы будете продавать его в среднем ценовом диапазоне. Делать премиум бренд вообще, в России это утопия. Делать бренд ниже Плинтус нецелесообразно, в плане того, что критическая масса негативных отзывов, которые рано или поздно все равно появляются в сети, она все это похоронит, всю эту тему. Поэтому бренды Подмосковил, они делают всегда среднего ценового класса, и делают со среднего качества. Не выше, не больше, чем это необходимо. Поэтому это абсолютно нормальное явление, и даже, наверное, это полезно больше для рынка, чем нет. Собственно, российские бренды такие, массовые, которые нужны. Какие еще простые и эффективные приемы используют пиарщики, маркетологи и брендов подобных Подмосковил, небольших бонерных заводов? Это причастность к автомотоспорту, когда завод, бренд спонсирует заезды различные, иногда имеет даже собственную команду спортивную. Это может быть авто, это может быть мото, команда, неважно. Причастность к автомотоспорту, к автомотоспорту всегда приветствовалась во всем мире, и так работают и пиарятся очень многие бренды мировые. Особенно это заметно по европейским брендам. Каждый второй – это самый спортивный бренд в Европе. Хотя многие забывают о том, что то же самое Эни, например, Эльф, Мобил, не говорю уже, они, конечно, Петронас. Это все бренды, которые действительно работают с мотоспортом, с автомотоспортом на протяжении уже многих десятилетий, некоторых столетий, и очень много действительно для этого сделали. Но, тем не менее, причастность к автомотоспорту, тем более у нас в России, да, это хороший пиар, который помогает многим. В этом страшного ничего нет, это даже большой плюс, потому что, во-первых, это помогает развитию автомотоспорта в России, что давно уже пора сделать, и это развивает его детские, юношеские команды, картинги и так далее. Это просто колоссальнейший плюс, то, что у нас есть заводы, бренды, которые действительно помогают развитию всего этого. Другой вопрос, что, конечно же, на брендах некоторых блондерных заводов, которые красуются на корме у заряженных автомобилей, эти автомобили не проедут, там больше двух-трех кругов, пока не сдохнет движок, но это уже другой вопрос, это уже из другой темы. В общем, пиар на фоне автомотоспорта, он всегда был сильной стороной, и грамотные пиарщики, грамотные маркетологи всегда с этим работают, всегда. Это тема рабочая. И в России, Россия не исключение. Многие бренды, ну это смешно иногда, конечно, звучит, какие бренды, что они ассоциируют себя с автомотоспортом, конечно, это звучит как бы забавно для тех, кто понимает, что они делают, но тем не менее. В этом больше плюсов, чем минусов. Но для обычного обывателя это также играет свою роль, потому что зачастую даже человек, не задумываясь, а видя где-то постеры, небольшие нарезки там из красивой снятой с коптеров, когда они там гоняют с этими логотипами на боку автомобиля, понимая, что да, вот собственно бренд, который я где-то видел, надо купить. Так это тоже работает. Что касается различных ресурсов, на которых обсуждаются, там, анализы, басил и так далее. Везде, везде, во всех этих сферах есть боты, есть фриланс-менеджеры, которые пишут отзывы, контур-отзывы также. И работает это не только, конечно же, на ютубе, в телеграме или где-либо в соцсетях любых это работает также и на тематических форумах. То же самое абсолютно. Есть огромное количество людей, которые занимаются тем, что пиарят и отслеживают плохие отзывы на различных площадках и стараются их перебить контур-отзывами. Это особенно заметно на больших площадках, в которых обсуждаются темы моторных масел. Иногда грамотные модераторы это все вычисляют, банят их, но не всегда это срабатывает, потому что зачастую на многих площадках размещаются эти бренды как рекламодатели. Не всегда это происходит и не везде. И не скажу, чтобы они сильно лоббировали с помощью этого что-либо, но тем не менее, все равно это сказывается. И, конечно же, информация, которую мы видим на многих площадках тематических, на которых обсуждаются масла, ей доверять со стопроцентной уверенностью точно нельзя. Потому что своя доля там маркетологов, пиарщиков и лоббистов присутствует в любом случае. Нужно своему опыту только доверять в первую очередь. Все это работает именно так. И не только у нас в России, и во всем мире. Это эволюция маркетинга, эволюция пиара. Это и не плохо, и не хорошо. Просто это уже сложившийся факт. И с этим поделать ничего нельзя. С каждым годом влияние пиара, маркетинга на умы людей, на помыслы и на решения людей становится все больше и сильней. Собственные решения принимает уже мало кто. Все основываются на том, что видят дерево в сети. С этим нужно смириться. Старайтесь все равно принимать решения самостоятельно, основываясь на собственном опыте. Потому что маркетинг вещь такая, она как палка о двух концах. Что касается советов с моей стороны, я всегда советую все-таки останавливать свой выбор на проверенных брендах, которые вы знаете давно, в которых уверены сами, которые использовали, либо использовали какие-то из ваших друзей, либо коллег. Реальные коллеги, реальные друзья, а не те, которых вы читаете в сети. Покупайте, старайтесь моторные масла 20-литровыми динкостями. Почему? Потому что вы купили один раз 20-литровое ведро от известного бренда, которым уверены. В среднем по статистике меняется масло от 4 до 5 литров. То есть вам хватит на 4, на 5 раз, на 4, на 5 замен. Одного 20-литрового ведра. Это один и тот же продукт будет. И вы 100% уверенностью будете понимать, что следующая замена, она для вас не будет каким-то сюрпризом. Вы заливите тот же самый продукт, который у вас уже залит в автомобиль и работает хорошо. Ослеживать характеристики масла в ДВС, ну это уже совсем для людей, которые там этим больны. Могут какие-то анализы промежуточные делать. В принципе достаточно просто каких-то визуальных моментов. Вот. Что касается брендов. Я всегда предпочтение даю брендам известным, из супер-мейджеров и так далее. Но тут же опять решать вам. Я настаивать ни на чем не могу. Тем более сейчас в России, в связи с тем, что у нас очень многие люди... Вот покупательская способность уменьшилась. У людей мало денег стало. Поэтому они выбирать стараются бренды дешевле многие на порядок, чем покупали ранее. Вот. И тут уже приходят напомнить маркетологи и пиарщики. Вот. Так что это, скажем так, не заговор никакой мировой. Как работает система. Поэтому верьте. Собственному мнению. Верьте собственному опыту. Не поддавайтесь на уловки маркетологов и пиарщиков. Покупайте Верити. Покупайте Игл. Покупайте Касл. На этом, пожалуй, сегодня все. С вами Антон Воронков. Вы на канале MyGT.ru. Подпишитесь. Поставьте лайки. Жмите колокольчики. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.